Часть первая. Личные качества пророка, саллиллаху алейху ассалям, его происхождение. Он саллиллаху алейху ассалям, Мухаммад ибн Абдуллах, Ибн Абдул-Муталип, Ибн Хашим, Ибн Абду-Манаф, Ибн Кусай, Ибн Килаб, Ибн Мурра, Ибн Кааб, Ибн Луай, Ибн Галлиб, Ибн Фихар, Ибн Малик, Ибн Надр, Ибн Кинана, Ибн Хузайма, Ибн Мудрика, Ибн Ильяс, Ибн Мудар, Ибн Низар, Ибн Маад, Ибн Аднан. А Аднан – один из потомков приносимого в жертву Исмаиля, сына пророка Ибрахима, алейхиссалям. У него самое лучшее родословное из людей вообще. И в хадисе о том, как Ираклий, царь Римлян, сказал Абу Суфьяну, «Я спросил тебя о его происхождении, и ты ответил, что он принадлежит к знатному роду, но все прежние посланники принадлежали к знатным родам своих народов». Избранность пророка, саллаллаху алейхиссалям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхиссалям, сказал, «Поистине, Аллах избрал род Кинана из числа сынов Исмаиля, затем из рода Кинана избрал Курайшитов, из числа Курайшитов избрал род Хашима, а из рода Хашима – меня, его имена. Все эти имена являются писаниями, а не просто именами, как у обычных людей. И эти имена вытекают из имеющихся у него похвальных и совершенных качеств». Мухаммад – это самое известное его имя, по которому он был ясно назван в Торе, и смысл этого имени – обладающий множеством похвальных качеств. Ахмад – смысл этого имени – самый похвальный из творения Аллаха, и за множество достойных качеств восваляют его обитатели неба и земли, обитатели этого мира и обитатели вечности. Этим именем назвал его пророк Иса, алейхиссалям. Муттаваккиль – смысл этого имени – уповающий. Он назван этим именем из-за того, что в деле исполнения Ислама он уповал на Аллаха так, как никто другой не уповал. Аль-Махи – он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, посредством которого Аллах удаляет неверие, и никем не удалялось неверие так, как удалялось посредством него. Аль-Хашир – он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, у ног которого будут собраны люди, и он таков, что как будто он послан для того, чтобы собрать людей. Аль-Ақиб – он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, после которого уже не будет пророка, и он является печатью пророков. Аль-Муккаффи – он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто последовал путем пророков и посланников, которые были до него, и поэтому Аллах сделал его их приемником. Наби-Ат-Тауба – он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, через которого Аллах открыл врата покаяния для обитателей земли, и он принял их покаяние так, как этого не происходило раньше. И он, саллаллаху алейхи вассалям, больше всех обращающийся к Аллаху с просьбой о прощении и покаянии. Наби-Аль-Мальхама – он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, который был послан, чтобы сражаться с врагами Аллаха. Ни один пророк со своей общины не усердствовал так, как это сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его община. И такие великие битвы не происходили раньше. Наби-Ар-Рахма – он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, которого Аллах послал как милость для миров. И Аллах проявил свою милость, отправив его всем обитателям земли. Что же касается верующих, то они обрели эту милость полна. А что же касается неверующих, то люди Писания из них жили под его тенью, под его заботой и заветом. Аль-Фатих. Он, саллаллаху алейхи вассалям, тот, посредством которого Аллах открыл врата истинного руководства после того, как они были сотрясены. И Аллах посредством него открыл глаза слепых, уши глухих и закрытые сердца. И Аллах посредством него открыл страны неверующих, врата рая, пути полезных знаний и праведных дел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА